Стремиться к лучшему, встречать утро с комфортом и быть уверенным в завтрашнем дне. Провести с близкими и любимыми самые счастливые моменты, радоваться жизни и бережно хранить эти мгновения. Ведь семья – это самое дорогое, что у нас есть, и она достойна лучшего. Группа компаний «Солерс». В эфире «Город сегодня» здравствуйте. Тревожное сообщение поступило сегодня к нам в редакцию. Жительница Октюбия была взволнована тем, что закрывается отделение для больных диабетом. Мы решили выяснить, действительно ли это так и насколько серьезна тема диабета в нашем городе. Известно, что сейчас диабет входит в пятерку самых смертоносных болезней. В мире от осложнений умирает более 4 миллионов человек в год. И эта цифра сопоставима с количеством жертв глобальных войн. В США, например, 3 из 10 долларов, затраченных на здравоохранение, идут именно на борьбу с диабетом. В нашей стране, по официальным данным, диагноз диабета разного типа уже имеет более 300 тысяч человек. Но медики считают, что настоящая цифра гораздо больше и может достигать полумиллиона. И самое печальное, что болезнь молодеет. Причины диабета известны. Неправильное питание, отсутствие физических нагрузок, стрессы, переедание, которое приводит к ожирению. Сейчас медицина имеет достаточно средств лечения и поддержания больного. От таблеток до инсулиновых помп. Но чтобы вести полноценный образ жизни, необходимо постоянно наблюдаться у специалистов. А вот их у нас как раз не хватает. Сегодня мы пригласили в студию главного внештатного эндокринолога области Гульзеру Каликову. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Официальные цифры говорят, что у нас в Казахстане на 10 тысяч жителей приходится 0,4 эндокринологов. Не совсем корректно в десятых, но такова реальность. Не хватает действительно врачей? Вообще, если взять, конечно, другие области, то такая у нас есть тенденция к тому, что 0,4 эндокринолога на 10 тысяч жителей. Но в нашей области, в общем-то, картина получше. У нас в каждом районе есть обученный эндокринолог. Теперь все поликлиники города в настоящее время обеспечены эндокринологом. То есть сказать, что у нас их нет, не могу сказать. Гуджера Нурмановна, а наблюдаете ли вы рост заболеваемости? И среди каких это возрастных групп? На начало года у нас насчитывалось 9808 больных с сахарным диабетом. Из них 60 детей, 30 подростков и свыше 400 больных с сахарным диабетом первого типа. Ну, это взрослые до 35 лет. Остальная часть у нас это больные с сахарным диабетом второго типа. Теперь вот у нас как бы все время идет, каждые три месяца идет подсчет как бы этих больных. И эти все данные заносятся в регистр национальный. И по последним данным у нас сейчас насчитывает 11108 больных с сахарным диабетом. Из них превалирует большая часть, свыше 6000 это женщины, свыше 4000 это у нас мужчины. Детей стало больше на 6, стало 66, подростков 30. Ну, диабет первого типа, ну, где-то есть небольшая прибавка, где-то в пределах 10 больных. Ну, тоже свыше 400. Большая часть больных с сахарным диабетом второго типа. Это все те люди, которые старше 35 лет. Все люди, страдающие избыточным весом. Ну, кроме того, кроме избыточного веса играет большую роль малоподвижный образ жизни, наследственность, такие болезни, как ИПС, артериальная гипертензия. То есть все эти факторы риска, которые дополнительно способствуют развитию сахарного диабета. А вот как человеку понять, что он болен сахарным диабетом? В принципе, если вот так считать, у нас, в принципе, старше 35 лет, как бы, все время мы говорим о том, что, особенно всем людям, которые имеют факторы риска, такие как избыточный вес, то таких людей уже однозначно предупреждаем, что необходимо хотя бы два раза в году проверять сахар крови. Но диабет второго типа, как правило, он проявляется незаметно. Он может проявляться, допустим, расшатыванием зубов, то есть явлением парадонтоза, явлением фурункулеза. Но это когда уже в крови сахар бывает, он уже в пределах свыше 10, то есть уже он как бы тоже незаметно. Но уже кожные проявления, допустим, явления парадонтоза могут быть. Теперь такое же может быть, как проявление сукости, непостоянной жажды. Иногда вот больные как раз летом считают, что у них как бы лето, и это жарко, хочется пить постоянно, и замечают о том, что они пьют много. Но это когда уже выраженная клиника сахарного диабета, когда эти больные худеют, теряют веси, и у них когда определяют сахар крови, он, как правило, в пределах 15-20 миллимоль даже может быть. Вы сказали, что... Нормальные показатели 3-3, 5-5, это капиллярная кровь. Вы сказали, что проверяться нужно людям во второй возрастной категории. А где проверяться? В поликлинике, в своей, или же можно в другую? Ну, сейчас, в принципе, это не проблемно, потому что любой человек, который впервые попадает в поликлинику, они все проходят скрининг. То есть там определяют сахар крови, холестерин, триглицериды. То есть любой человек, попадающий в поликлинику, он первоначально проходит скрининг. То есть в этом плане, вот если так сказать, то сейчас очень большое это значение придаётся состоянию предиабета, когда небольшие повышения сахара крови, ну, в пределах, допустим, капиллярной крови, определили его, у него сахар превышает 5,5, ну, 5,8, 6, то есть уже такого человека нужно внимание обратить. То есть у него, как бы, невыраженная клиника, но в то же время может быть состояние предиабета. На этой неделе в октябре прошёл круглый стол для эндокринологов, организованный Минздравом. Какие проблемы там поднимались, что обсуждали? Это был экспертный стол, который шёл под девизом «Победим диабет вместе». То есть как бы там были совместно, значит, с областным управлением здравоохранения, значит, главным внештатным кардиологом, главным внештатным эндокринологом. То есть когда мы собрались за этим круглым столом, то есть в этом плане как раз шёл разговор о том, что как бы нам усилить профилактику, усилить совместные усилия на то, чтобы выявлять, на стадии выявления усилить эту работу. То есть в этом плане мы хотим более широко развернуть, а не тогда, когда у нас уже выявился диабет, когда уже пошли высокозатратные усилия, потому что диабет, чем больше он прогрессирует, тем больше на него требуются колоссальные финансовые затраты. Спасибо, что пришли к нам. Вам крепкого здоровья. Спасибо огромное. И всем нашим телезрителям. В Комитете по контролю медицинской и фармацевтической деятельности нас заверили, что о закрытии отделения эндокринологии в Октюбе речи нет. Да и странно было бы сокращать отделение, где всего 25 коек, в городе с населением в 400 тысяч. Диабет пока не собирается отступать, так что лучше быть готовым к его атакам. Берегите свое здоровье. Мы желаем вам всех благ. Наш генеральный партнер – группа компании «Солерс». Увидимся скоро на Первом городском телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова